Музыкальная комедия «Баби Бунт» Написанная чуть более 40 лет назад композитором Евгением Птичкиным по мотивам данских рассказов Михаила Шолохова В Краснодарском музыкальном театре имеет свою долгую и славную историю Впервые на сцене «Краснодарская оперета» спектакль был поставлен в 1983 году Шел 10 лет и был показан зрителям 117 раз Второе обращение к «Бабьеву Бунту» случилось в 2006 году в новой редакции, постановке, декорациях и костюмах Именно эта версия живет по сегодняшний день И уже более 10 лет собирает полный зал Так случилось и на 50-м юбилейном показе спектакля в ноябре 2017 Любимый спектакль Такой очень он народный, такой родной, близкий Во-первых, потому что уже столько лет он на сцене нашего театра Начинала-то я, вот сейчас я в образе Семеновны, самой старой казачки стою А начинала я с самой молодой казачки, играла Маринку Причем играла не в этой постановке, а в той, которая еще была в театре опереты Режиссер Ян Ильич Сонин И одна из первых в одной роли была Маринка Была очень ответственна, потому что рядом со мной на сцене мамочка моя стояла Она играла старую казачку, вот ту, которую сейчас играю я Вообще очень люблю такие спектакли бытовые Потому что здесь каждый характер выписан так ярко, что очень интересно все это делать И каждый раз получается по-разному Зависит от того, как зрители реагируют От того, какой партнер на сцене рядом стоит У меня-то все время один Сережа Тесля Мы много лет с ним Когда я была Маринка, он играл Семку А теперь вот я бабка, а он дед Захар Долгую жизнь спектаклю дают разные обстоятельства, но в первую очередь талантливые люди Режиссер Юрий Дрожняк, музыкальный руководитель постановки и аранжировщик Александр Гончаров Художники Мария Рыбасова и Ольга Резниченко Вместе с артистами музыкального театра и ансамбля казачьей песни «Креница» Сотворили праздничную, веселую и вместе с тем жизненную комедию Сегодняшним молодым артистам играть в «Бабьем бунте» не менее интересно, чем мэтром Сам я в Ростове учился, и когда я ехал в Краснодар, я болел идеей казачества И оказалось, что начал узнавать свои корни Оказалось, что я казак Для меня играть спектакль «Бабий бунт» Это как будто окунуться в настроение казачьих в те времена Как жили, как ругались, как мирились, как любили Это самое главное, наверное, потому что спектакль про любовь И пойми без тебя, море сгоно я Не могу не дышать И не ты Осемка – простой молодой парень По всем подражает Николкин Эй, все такие Казахниданские «Бабий бунт» чем отличается от многого другого? Тем, что здесь нужен вот этот вот говор, погутарить Я сам приехал с Урала, с города Перми, и поэтому мне пришлось, конечно, поработать над говором А ведь ты вроде за прошлом году как расположение ко мне имел Нравился я тебе Нравилось, как на гармонии играю Нынешний юбилейный 50-й спектакль стал дебютным для Максима Рогушкина Образ Николки артист примерил на себя впервые Мне очень помог Владимир Михайлович Кузнецов Я много смотрел записи с ним И где-то вот вымерял Потому что он сам, как я потом узнал, «Донской казак» Где-то он мне подсказал, где-то наши опытные артисты Юрий Эдуардович Рожняк, Бородин Ну и, в общем, весь наш коллектив, корифей этого театра Подсказали мне Сам бы я навряд ли нашел этого персонажа Ведущая солистка театра Марина Шульга Исполнявшая на премьере 2006 года Настю И на этот раз выступила в любимой роли Прекрасный образ, прекрасное классическое произведение Шолохова Прекрасный композитор, новый партнер Самый интригующий Спектакль для меня очень родной, очень близкий То, что есть у каждого человека То, что испытал практически каждый человек Женщина становится мягче, добрее Отношения между мужчиной и женщиной складываются Бывают и ссоры, и примирения Как раз об этом спектакль, что и ссорятся, но всего приятнее мириться Баби-бунт, произошедший в одной отдельно взятой станице Ко всеобщей радости закончился примирением сторон Казаки-казачки, оказалось, не могут жить друг без друга Совсем как артисты и зрители Одинаково любящий этот замечательный спектакль Наполненный яркой образной музыкой Веселыми шутками, колоритными персонажами И всеобщей атмосферой добра и любви Классическая музыка сегодня звучит и в столице, и в станицах Новый проект Краснодарского творческого объединения премьера имени Леонарда Гатова «Классика юным», стартовавший в этом сезоне Направлен на приобщение подрастающего поколения К высоким образцам академического искусства Юные жители городов и станиц края Могут услышать и увидеть, не выезжая в Краснодар Программы, специально подготовленные для них всеми коллективами премьеры Симфонический оркестр музыкального театра Уже побывал в станицах Полтавской и Кущевской Слушателями программы «Музыка и сказки» На этот раз стали юные жители Славянска на Кубани Автор идеи цикла выездных абонементных концертов «Музыкальные сокровища» Художественный руководитель и дирижер Краснодарского музыкального театра Владислав Карклин Сегодня маэстро выступает и в качестве ведущего Знакомит ребят с музыкантами оркестра и их инструментами Рассказывает удивительные истории рождения музыкальных сказок Тема маленькая повторяется, все видно, обрастая новыми и новыми красками И в конце она уже несется лавиной жизнерадостной, яркой музыки Вы знаете, ведь композиторы, они старались в музыке вам что-то объяснить Что же говорит эта музыка? Повторяй, повторяй Помните русский великий полководец Суворов, что говорил? Повторение? Расинь! Молодцы! Значит, и Расинь вам то же самое говорит Повторяйте уроки, учите, делайте что-то хорошее каждый день Не теряйте бодрость духа Идите смело к своей цене, и в конце вы добьетесь счастья В течение учебного года симфонический оркестр Краснодарского музыкального театра Представит юным кубанцам четыре программы Следующая встреча с музыкой будет посвящена морю и всему, что связано с морской стихией А нынешний концерт уже завершен Часы, подаренные на сцене Татьяне Гатовой от имени жителей Славенска Стали символом отсчета нового музыкального времени И обратного хода у него нет Обычно часы не дарят А мы хотим именно часы, проведенные здесь, считать самыми счастливыми Правда, ребята? Да! Масса положительных впечатлений Заряд бодрости от классической живой музыки И удовольствие, конечно же, получили, придя на этот концерт Очень хорошо, что сейчас появилась такая программа, которая специально для детей Они не то что такие вот скучные Эта музыка и сам оркестр разговаривает на языке детей Я хотела бы еще раз сюда прийти на следующий концерт Мне больше всего понравился пещеря горного короля Мне понравилось больше его мальчик с пальчиком Мне понравился инструмент, барабан Я на таком концерте не раз и хочу еще Поеду, наверное, в Краснодар или еще куда-нибудь Я очень люблю симфоническую музыку Казаки мои родные Все на свете повторяется Да ничего не воротишь Страницы романа Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж» оживают прямо на глазах Краснодарский музыкальный театр готовит главную премьеру сезона Спектакль, в основе которого – знаменитая книга нашего выдающегося современника и земляка Репетиции идут пока еще в классе Сцены собираются одна за другой, словно жемчужины нанизываются в ожирение Бережное отношение к первоисточнику всех, кто занят в постановке, считывается с первых реплик Как бы позвать нам оттуда наших черноморцев, та и спросить, чем они жили, то зацвела б снова наша слава, а они б нам сказали, выложить ее на казаччине Очень приятно было работать над этим произведением, потому что автор скрывает огромные пласты эпохи И можно сказать, что я многому научился у него, за что ему низкий поклон, большая благодарность И он описывает очень непростую эпоху в истории России с позиции казачества и с позиции людей того времени И вы знаете, этот вопрос, в котором каждый должен, мне кажется, разобраться, каждый уважает себя человек Мне Виктор Иванович Тихоносов, можно сказать, в этом деле помог Почти все коллективы премьеры, за исключением биг-бенда, принимают участие в спектакле И каждый из них органично вплетается в драматургическую линию Знаете, вот что, хорошо, мы окунаемся в атмосферу России, которую я не знал Мне, может быть, бабушка моя рассказывала, сто лет назад в России совершенно другое было Вот здесь вот и Николай II фигурирует, атаман Бабыч, наш последний атаман на Кубани Исторические личности, аж прямо мурашки по коже Мне пришлось сделать аранжировки для малого состава, всего у нас 12 музыкантов участвуют Это очень такой скомпонованный малый состав, который позволяет играть не только маршевую или вайсовую музыку Но и концертную польку, трик-трак, штрауса, вот эту красивую руссконародную песню вдоль Попитерской Работать очень интересно, и что мне нравится, у музыкантов глаза горят И в целом, артистам, театр-режиссеру удалось нас в первой репетиции вовлечь в общее действие И мы себя чувствуем уверенно и как-то приподнято радостно Я стал читать роман, и он меня, честно говоря, затянул, потому что я сам родился в Краснодаре Действительно, свои родные места видишь немножко в другом свете А герой, ну здесь интересное восстановление Вначале он предстоит молодым человеком, который такой, можно сказать, без царя в голове А потом, по мере протекания событий, которые связаны с таких достаточно серьезных Революция, эмиграция и так далее И восстановление происходит его, и вот как он меняется, и как начинает понимать жизнь Для меня это новый образ, у меня такого не было, который вмещает в себя трагикомедию И он очень добрый Олицетворение того вот сегодняшнего хорошего, нормального человека Понимающего жизнь, любящего его и людей Очень важно, что вот в «Ночи искусства» был введен кусочек, так сказать, встречи со зрителями по Лихоносову Это расширяет кругозор зрителей, молодых, пожилых Они узнали, кто такой Лихоносов Но некоторые даже читали, говорят, не читали Это очень приятно Есть еще порох в пороховницах, да и не согнется вовек казацкая сила Слава о вас, наши батьки и деды, не сгинет Мы ее подхватили и передадим внукам нашим Смотрите на сцене Краснодарского музыкального театра 9 и 10 декабря главное событие сезона премьера музыкально-драматического спектакля «Наш маленький Париж» 11 декабря концерт биг-бенда Георгия Гораняна 20 декабря вечер памяти Дмитрия Хворостовского С 22 по 31 декабря премьера музыкальной сказки для детей «Королевство кривых зеркал» 30 декабря новогодний бал в премьере С 3 по 5 января музыкал для детей «Приключения Буратино» 6 января музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» 7 января днем благотворительный концерт в гостях у Щелкунчика 7 по 9 января балет Чайковского «Щелкунчик» Абон. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...